Внимание! Пожарная тревога! Всем попелок помещения! Атамановский дом-интернат – непростой объект для пожарных, поскольку дело приходится иметь с маломобильными гражданами. Пожилые люди и инвалиды медленно передвигаются. Плюс ко всему, в экстремальных условиях они легко теряются. Поэтому здесь нужна максимально быстрая и слаженная работа специалистов. Учение начинается с эвакуации людей. За считанные минуты нужно вывести на улицу 238 человек, проживающих в интернате, и свыше 50 работников учреждения. Не обходится и без реального происшествия. В спешке одна пожилая женщина упала и получила травму головы. Параллельно с эвакуацией работу начинают спасатели. Звено первое. Первый этаж – разведка и спасение. Второе звено. Третий этаж – то же самое спасение. По легенде, пять человек остались внутри здания. Пожарные не знают их местоположение. Им нужно оперативно найти пострадавших и вынести на свежий воздух. Работают небольшими группами. Само здание разделено на боевые участки. То есть пока одни спасают людей, другие занимаются тушением пожара. Работу организовывает штаб, который развернут тут же, во дворе интерната. Планировка здания очень большая, народу очень много. Также есть, которые не мобильные люди. И, ну, как бы, в принципе, это сложно. Такие тренировки нужны, чтобы были отработки нормативов, там, отработки эвакуации людей. И, ну, вообще, проверка помещения и очень большой объем работы происходит. Это надо выдышать ни один, ни два баллона, чтобы, ну, как минимум произвести проверку помещения одного этажа хотя бы. Учения проводятся еще и для того, чтобы специалисты разных ведомств могли наладить свое взаимодействие друг с другом. Поскольку во время реальных пожаров спасатели, работающие в одной группе, не всегда знают друг друга. Сегодня, например, свои навыки оттачивали представители краевого МЧС, Забайкал-Пош-Спаса и военные пожарные части. На данном пожаре привлекалось 8 автоцистерн, одна автолестница, один автомобиль штабной и пожарно-компрессорная станция для заправки воздушных баллонов, дыхательных аппаратов для пожарных. Личного состава привлекалось у нас, значит, 24 человека для тушения пожара. Но общая оценка по учениям дана хорошо. Как бы все задачи выполнены, все стволы поданы, люди спасены. Светлана Тулунова, Дмитрий Пенигин. Время новостей.